Добрый день! С вами Лена Стрэнть и сегодня обещано видео по моему новому аппарату для маникюра. Для маникюра именно аппаратного. Сейчас вам все покажу, расскажу свое мнение о нем скажу. Вообще, когда я выбирала аппарат, сколько же я всего посмотрела. Для меня это был мучительный, жуткий выбор, потому что на алиэкспресс куча всего полно. У меня первая была ручка пластмассовая обычная, причем она у меня ломалась. Мы там делали колесико дважды или трижды, пока мне уже муж не сказал заказывать себе другой аппарат, чтобы я тут не мучился каждый раз. Пришло все в громадной коробке, просто она в кадр реально не влезет, я не буду показывать. Все классно, компактно упаковано. Трек номер полностью отслеживался и, соответственно, прошло очень быстро. Меньше месяца у меня аппарат был. Смотрите, то, что есть в аппарате, но я не сильно этим пользуюсь. Первое, это педалька. Она педалька именно для того, чтобы увеличивать скорость. Провод то длинный очень такой, я бы сказала, ну, он действительно длинный. Вставляется сам в аппарат, в механизм, нажимаете, увеличиваете скорость. И вторая вещь, которой я не сильно пользуюсь, это силиконовая подставка для самой ручки. Сейчас объясню, почему не пользуюсь. Вот она у меня, розовенький для девочки. С ним шла еще вот такая вот держатель. И мне он удобен, на самом деле, потому что я вот сюда вставляю. Ручку мне вставляется сюда. И вот в таком виде он у меня уже стоит. Сейчас отсоединю вам ручку и покажу, что здесь есть. Ручка снимается легко. Смотрите. Вот здесь вот переключатель. Это переключатель как раз для того, чтобы ставить педальку. Сейчас у меня стоит на руке. Если мне нужно на ногу, я вставляю вот сюда этот проводочек, где педалька, и вставляю. Так, что здесь есть еще? Ну, соответственно, вот эту вот штучку, держатель можно вставить и в это, и в это окошечко. Ну, как вам удобнее. Вкрыл, выкл. Здесь у нас переключатель реверса и сама ручка, куда у нас вставляется. Собственно говоря, тоже вставляется очень легко. Сейчас до того, как мы его включим, я вам покажу по поводу ручки. Почему понравился именно этот аппарат? Я сказал, что кучу уже пересмотрела. У него ручка металлическая. Я единственное не понимала, как вставить сюда фрезу. Ну, вот серьезно. Кстати, набор фрез с ним тоже шел. Вот этот вот стандартный, обычный набор фрез, в который я впихнула уже свои фрезы. Ну, вот такой он выглядит, стандартный. Только здесь, здесь мои фрезы уже стоят, которым я пользуюсь постоянно. Ну, он вам не нужен. У меня было видео по поводу аппаратного маникюра и обзор фрез. Посмотрите в плейлистах, оно есть. Там очень классные фрезы есть. Возможно, под этим видео оставлю вам ссылки для фрез, чтобы как бы вы не спрашивали, которые к нему подходят. Вообще к нему подходит обычная фреза. Оказывается, здесь нужно, смотрите, переключить. Вот так вот защелкивается это ключик. Защелкнули. В эту сторону повернули. Давайте какую-нибудь фрезу вставлю. Вставляете фрезу. Защелкиваете. Все. Она держится. Здесь еще есть выдуватель воздуха. То есть, как бы вы не сидите вся в пыли, на самом деле, когда работаете. Ручка, что мне понравилось. И то, что я читала в отзывах. Не нагревается она. Для меня это было прям очень важно, потому что пластмассовые ручки, вот у меня она была до этого пластмассовая ручка, она нагревается. И то, что я не очень хотела, чтобы у меня вот так, знаете, рука постоянно тряслась. Чтобы вибрация была сильная. Нет, здесь сильная вибрация. Я сейчас его включу. Мы с вами посмотрим. Покажу, как реверс работает. Вообще, аппарат меня порадовал. Прям как в работе. Я не буду на себя сейчас показывать. Маникюр еще, честно, хочу поносить. Мне понравился цвет. Ну, посмотрите, он прям девичий такой, розовенький, хорошенький аппаратик. Скорость здесь прям можно максимальную ставить. Ставить как хотите. Я по-разному делаю всегда. Если я понимаю, что мне нужно прям хорошо зашлифовать кутикулу, я прям на большую просто ставлю и все. Где-то вот на таком уровне снимаю себе гелак. Ну, удобно, честно скажу, для дома это удобно. Он компактненький, с ним удобно работать. Я пробовала с педалькой работать. С педальками, кстати говоря, тоже понравилось работать. Не скажу, что там что-то такого. Длинный шнур вот этот. И шнур, кстати говоря, посмотрите, он толстый. Он прям хороший толстый шнур. Что, я думаю, немаловажно, чтобы он не сгорел. Хорошая розетка, что тоже круто. И вот этот вот сам провод. Он здесь в пружинке. Хорошо растягивается. Хорошее такое качество. Мне понравилось. Вообще, когда я смотрела аппараты различные, ну, когда я уже все решила, что я себе покупаю не совсем прям профессиональный аппарат, но более удобный и комфортный для себя. И готова на него потратить больше, чем тысячу рублей. Я смотрела прям аппарат, которому-то я бы поставила его, чтобы он комфортно у меня здесь стоял. То есть, чтобы не было, это был такой, знаете, громилы какой-то. Потому что у меня куча здесь гель-лаков. Лаков для стемпинга еще стоят, полочки отдельные, где у меня там пластинки еще лежат. Пластины отдельно хранятся еще. У меня прям целый чемодан. Сделаю обязательно видео, как храню свои пластины, потому что уже просили. Ну, куча все стоит. Еще и лампочка моя должна стоять для гель-лака, для сушки. Она у меня в ярко-розовом свете. Кто-то сейчас не видел, покажу. Смотрите. А этот такой светло-розовый. Ну, крутой аппарат. Я вам, в принципе, оставлю ссылку на этот аппарат и на похожие аппараты. Просто посмотрите, для себя сделайте какой-то выбор обоснованный. Ручка та вот, которая у меня была пластмассовая. Я ничего не могу сказать про нее плохое. Но она достаточно хорошо для своей стоимости работы. Она стоит 500 рублей. Хотя там есть, конечно, на Алиэкспресс, который почти тысячу стоит, а ручки такие же. Смотрела просто ручку вот такую вот металлическую. Есть там такая. Ну, там у нее такая же проблема. Как бы она вибрирует очень сильно. И я подумала, что нет, уже хочу себе такой аппарат. А я могу сказать, что в Москве такой аппарат стоит раза в три дороже. То есть, я не вижу смысла покупать в Москве или, в принципе, в России. Ну, потому что они дорогие здесь у нас. Когда можно заказать с Алиэкспресс, он вам быстро придет. Причем, как бы, все покупки, насколько я помню, с Алиэкспресс, которые там, знаете, больше тысячи, мне приходили безумно быстро. Так что я вот свой выбор, когда сделала, все-таки определилась. И вы мне писали очень много ссылок, оставляли, за что вам огромное спасибо по поводу аппарата. Я когда уже сделала выбор, определилась, я все-таки такая, все, я решила заказать. И я заказала. И мне мою вот жизнь, в плане того, что снятие быстро геллака, обработки кутикулы. Вот, кстати, реверс чем хорошо? Вот на этой руке вы делаете в эту сторону, обрабатываете, да, кутикулы. А на этой, если вы, ну, в это неудобно, вам нужно, наоборот, с этой стороны обрабатывать. Это реверс хорошо для этого. То есть, он с этой стороны у вас прям очень хорошо все, как бы, забирает то, что нужно. Да, ногти уже отросли, кутикулы, кстати, тоже, поэтому скоро будем переделать. Сейчас я включу аппарат и, собственно, покажу его в действии. Включаю на кнопочки, все, видите, кнопочка загорелась, он включен. Начинаю, вот, видите, я могу с вами разговаривать и аппарат при этом работает. Вот он у меня лежит, у него нет вибрации, он спокойно лежит. По поводу реверса, вот сейчас он крутится, вот, в одну сторону. Переключается реверс легко на эту же кнопочку, и он будет крутиться в другую сторону. Ну, классная штука. Что вам еще бы показать по этому аппарату? Легко снимается фреза. Вот эта штучка, кстати, очень легко ставится. Все. И вот в таком вот виде, в принципе, вот в таком, что у меня вот так вот он стоит. Единственное, что я вот этот еще сюда закидываю, и вот в таком виде он у меня стоит. Аппарат. Очень удобно, мне нравится, что он компактный. Удобен в работе цвет. Это вообще своя. Длинный провод, то есть у меня тут на кухне... Как раз до двух розеток свободно достает. В принципе, даже когда я в другое место перемещаюсь куда-то, делаю себе маникюр аппаратный, да, у меня спокойно как бы все получается сделать. Его легко прямо так носить. Коробка у меня, кстати, стоит. Я одно время его хранила в коробке, вам сказать честно, неудобно. Ну, потому что все время его доставать нет. И я уже здесь себе сделала перестановку опять-таки снова и поняла, что мне удобнее, чтобы аппарат здесь стоял. Рядом со мной на моем столе, что когда мне нужно, я спокойно там иду снимаю гей-лак, обрабатываю себе кутикулу. У меня есть куча фрез, и все фрезы эти подходят. Различные причем, да. Вот у меня есть такие коронговые фрезы. Они тоже идеально подходят. Оставлю на их ссылку, потому что это очень классный набор. У меня в корзине у самой лежит. Буду доказывать себе еще обязательно. Вот эта керамическая фреза для снятия гей-лака. Очень классная. Ну, все фрезы мои, которые у меня есть, и все-все сюда подходят. Вот такой вот кукурузкой я снимаю иногда гей-лак. Ну, потому что здесь удобно возле кутикулы. Посмотрите там видео, в котором я по снятию именно гей-лака. Вот такой вот тоже я снимала. Они все классные, и я их все заказывала на Алиэкспресс. Ну, вот я считаю, что, в принципе, для этого аппарата очень классно будет для обработки кутикулы. Это набор корондовых фрез и одна фреза для снятия гей-лака. Вот, например, керамическая. Или вот такого формата. Твердосплавная фреза. Или вот такого формата. Или кукурузка. Вот вам таких трех, ну, какой-нибудь средств фрезы достаточно будет для снятия гей-лака. И корондовые фрезы очень круто обрабатывают кутикулу. Как и при педикюре, так и при маникюре. Вообще идеальные вещи. По поводу цены. Я искала примерно в одной ценовой категории все аппараты смотрела. Из того, что я видела, вот мне понравился этот аппарат. Еще, по-моему, там один был. И то я почитала отзывы. И немногие были довольны вторым аппаратом. То есть, там он то ли перегорал, то ли там что-то проблемы были с доставкой. И цвет там, по-моему, был только черный. А здесь у продавца был такой красивый светло-розовый цвет. И я себе решила заказать у этого продавца. И я очень довольна. Но у меня проблем уже нет, да. То есть, как бы, я знаю, что ручку... Вот эту ручку, кстати говоря, они сменные продаются. То есть, на Алиэкспресс можно купить отдельно вот эту сменную ручку. Если у вас с этой что-то вдруг случится. Я думаю, что это отличная покупка. Тем более для домашнего использования. Вот просто супер вещь. Опять же повторюсь, что про маленький вот эту ручку аппарат я ничего плохого сказать не могу. Просто она вот у меня не долгологична. У меня сестра не так часто делает гей-лак и не так часто снимает аппаратом сам гей-лак, там обрабатывать кутикулу и так далее. То есть, она носит ногти там 3-4 недели. Я столько ногти не ношу. То есть, у меня чаще процесс смены происходит. И моя ручка, к сожалению, меня подвела. Но, опять же, свою ручку я заказывала у одного продавца. А сестре заказывала у другого продавца. И вот она своя ручка довольна полностью. То есть, фрезы я ей там подарила. Еще более там набор такой хороший фрез. И она радуется своей ручке. То есть, ей как бы не нужен аппарат. Соответственно, если я соберусь какой-то еще более дорогой аппарат покупать. Или более там что-то такое суперское найду. То, естественно, я ей вот эту малышку подарю. Потому что она очень классная. Пока я это делать не планирую. Меня устраивает мой аппарат. Меня устраивает комфортность работы с этим аппаратом. И, соответственно, я буду продолжать им пользоваться. Я надеюсь, я вам все рассказала. Но я не буду просто его действовать прямо в работе, проверять. Я вам могу сказать одно. Что я им пользуюсь постоянно. То есть, где-то раз в неделю-полторы я снимаю гейлак, обрабатываю кутикулу. И за это время, как бы, я им пользуюсь постоянно. У меня нет такого, что я там размачиваю, либо снимала гейлак. Или как-то по-другому обрабатывала кутикулу и так далее. То есть, очень классно работает. Если вы работали ручкой, вот это вот, или хотели ее попробовать, или где-то видели, то этим аппаратом вы будете работать еще лучше, удобнее для вас. Потому что он так не жужжит. Ручка не нагревается. Остывать ему не надо давать. Он прекрасно работает в своем ритме. Это очень круто. И опять же, реверс. То, что плюс огромный. Я искала именно, чтобы у меня был реверс. И хорошая скорость у него. Я надеюсь, мое видео было для вас полезным и интересным. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки будут обязательно в инфобоксе. Жду вас в своем инстаграм. До новых встреч!